Для таксистов и водителей автобусов предложено увеличить штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения. С такой инициативой выступил Минтранс. За управление неисправным автомобилем, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также за поворот налево или разворот там, где это запрещено, водителям, которые перевозят пассажиров, придется заплатить вдвое больше обычного. Проект в поправок кодекс об административных правонарушениях уже размещен на портале проектов нормативных актов. Парижский автосалон, который должен был пройти этой осенью, отменен. Во всяком случае, его основная часть. В 2020 году организаторы планировали расширить формат традиционного мотор-шоу. Кроме выставки автомобилей, в Париже должен был пройти целый фестиваль передовых разработок. Формально, часть событий пока остается в программе, но, скорее всего, эти мероприятия также будут отменены. Двухлитровая версия кроссовера Mazda CX-5 получила систему отключения половины цилиндров. Это на 8% сократило выбросы двуокиси углерода. При этом для такой Mazda недоступна автоматическая коробка. Покупателям придется ограничиться только шестиступенчатой механикой. Ранее младший из моторов пережил большое техническое обновление. У него были изменены впускные каналы, переработаны форсунки и поднято давление впрыска. Вдобавок появились другие поршни. Пока цилиндры будут отключаться только на машинах для Великобритании. А вот другие новшества, современная медиасистема и улучшенная шумоизоляция явно появятся на всех кроссоверах без исключения. Продолжение следует...